45-летний Василий Ларионов работает в такси 18 лет. Впервые за это время пришлось обращаться в суд, чтобы доказать вину пассажира. В апреле 2016-го ангарчанин приехал на очередной вызов. Пассажиры, семейная пара с сыном, вышли из дома не сразу. 10 минут, отведенные для бесплатного ожидания, истекли. Когда выпивший глава семейства услышал, что нужно будет доплатить, не смог сдержать эмоции от возмущения. «Я ему сделал замечание, чтобы он при ребёнке и при жене так не матерился, на что он и меня там начал сильно оскорблять, и всех моих так чуть не родственников вспомнил». До места семья так и не доехала. Разгорячённые пассажиры потребовали высадить их в соседнем дворе. Тогда оператор сообщила, что ложный вызов обойдётся заказчикам в 40 рублей. Тут нетрезвый мужчина и вовсе перестал себя сдерживать. «Мы пошли с ним вот за угол сюда и начали с ним драться. Значит, пока дрались, у меня с ноги кроссовок слетел. Пока я надевал, он сюда прибежал и давай пинать машину. Пнул в переднее стекло, в боковое и в дверь. После этого я нажал тревожную кнопку, чтобы он не убежал. Приехали коллеги, таксисты. Ну, то есть оцепили, чтобы он не ускользнул никуда. И кто-то из коллег, конечно, вызвали сразу милицию. Милиция подъехала, его скрутили, посадили в машину. А на машине остался отпечаток его кроссовка». Вот так выглядела легковая иномарка после случившегося снимки. Василий использовал в качестве доказательства в суде, куда обратился, чтобы добиться от пассажира компенсации за ремонт машины. В возбуждении уголовного дела водителю такси отказали. Недостаточно улик. А вот гражданское ангарчанин выиграл. «По результатам экспертизы установлено, что размер причиненного ущерба составил 66 тысяч рублей. В судебное заседание ответчик не явился. По решению суда ему надлежит возместить истцу денежные средства за причиненный вред». Ответчик отрицал свою вину, настаивая на том, что таксист сам повредил автомобиль. Но достаточных аргументов для этого не привел. Это первый такой случай в Ангарске, когда водитель службы такси смог доказать вину разбушевавшегося пассажира. Продолжение следует...